Приветствую вас, ребята, Джон Гудвин на связи. Не так давно вышел трейлер третьего сезона Мандалорца, где нам показали очень много интересных кадров. Сегодня разберём их и поговорим о том, что же нас ждёт в сериале. А для тех, кто плохо помнит или вообще не смотрел, проведём небольшой экскурс по его дороге. Как всегда, рекомендую смотреть ролик до конца, ибо на финише самых усидчивых ожидает десерт. Устраивайтесь поудобнее, наливайте чайок или что-нибудь горячительное и погнали. Таков путь. На Дисней в 2019 вышел сериал расширенной вселенной Звёздных войн Мандалорец, рассказывающий о приключениях одинокого наёмника и малыша Йода. И по факту этот сериал вытащил Дисней за уши из огромного озера Хейта, который студия заработала после выхода 7, 8 и 9 эпизода франшизы. Поэтому к Мандалорцу относятся очень бережно и не хотят навредить проекту. Итак, давайте вспомним, что же было в прошлых сезонах. Первый сезон поведал о времени спустя 5 лет после падения Галактической Империи, показанной в «Возвращении джедая». Кланы Мандалорцев, представители некогда могучего народа, благородных бойцов, разбросаны по всей галактике. Один из воинов, Дин Джарин, обитает на окраине Новой Республики. Как и многие другие Мандалорцы, он наёмник, охотник за головами, который получает новое задание и встречается с клиентом на планете Невара. Нужно найти некий объект, известный только возраст, 50 лет и последнее местонахождение. А в качестве награды обещают бескарскую сталь. Это крепкий металл для изготовления Мандалорской брони. Герой прилетает на планету Орвала-7. Кооперируется с дроидом-наёмником и, убив всю охрану, находит в убежище зелёного ушастого малыша, из расы магистры Йода. Забрав кровь, Удин отправляется в длительное путешествие по разным планетам далёкой галактики, пытаясь узнать, кто же этот зелёный ушастик и в чём заключается миссия самого Мандалорца в этом насыщенном событиями путешествия. Во втором сезоне начинает развиваться тема отцов и сыновей. Наемники маленькая копия Йоды становятся сильно ближе. Дин ищет джедаев, которые смогут взять под опеку дитя и обучить его своим премудростям. Ведь зелёный малыш обладает мощной силой, но пока неуверенно её использует. По пути Манда натыкается на остатки брони легендарного наёмника Бобы Фета. Тот оказывается жив и даже следит за героем. После Джарин встречает других Мандалорцев под предводительством воительницы Бо-Катан. Мечтающий убить Моффа Гидеона и забрать тёмный меч, символ власти на Мандалоре. А также вернуть себе контроль над планетой. Ещё наш герой находит джедая Асоку Тана. Она отказывается забирать малыша, зато называет его настоящее имя Грогу. Мандалорцу приходится отправиться на планету Тайтон в разрушенный храм джедаев. Где Грогу через старинный алтарь пытается связаться с другими джедаями. Вскоре ребёнка похищают тёмные штурмовики Моффа Гидеона. На помощь Дину Джарину приходят Боба Фетт и Феникс Шант. А ещё воительница Кара Дьюн, ставшая маршалом Новой Республики. Они в компании Бо-Катан атакуют корабль Моффа Гидеона, забирают Грогу, но попадают в западню. Вручает их внезапно появившийся Люк Скайуокер, который забирает дитя и обещает беречь его и обучать. Сам же Манда получает легендарный Тёмный Меч. Наконец-то ему больше не нужно приглядывать за ребёнком, но он этому событию оказывается не так уж и рад. А теперь мы подошли к третьему сезону Мандалорца. Так что же нам показали? Грогу ненадолго покинул Дина, чтобы пройти обучение у мастера-джедая Люка Скайуокера, но вернулся на его сторону в книге Бобы Фетта. Обретя Грогу как часть своей новой семьи, Дин Джарин потерял другие части своей личности. В конце второго сезона он предал свои клятвы ради Грогу, сняв шлем в присутствии других. Теперь Дин отлучён от братства, воспитавшего его, и должен найти способ защитить свою честь. Проблема усложняется тем, что теперь он владеет Дарксабером, Тёмным Мечом, владелец которого должен стать законным наследником Мандалора. Такое положение дел не нравится некоторым мандалорцами, и они готовы через бой забрать меч себе, ведь ощущение власти очень сладко и притягательно. Трейлер третьего сезона Мандалорца открывается с напоминания зрителям о том, насколько важна мандалорская культура для Дина Джарина. Отчасти это делается с помощью кадров, на которых герой сериала стоит рядом с новыми воинами-мандалорцами. Дин Джарин отождествляет себя со своим народом, как никогда ранее, давая пронзительный образ мандалорской диаспоре, когда он описывает свой народ, рассеянный как звёзды в небе. Также мы видим кадры, где Дин отправляется на Мандалор, про родину мандалорцев. Планета была опустошена империей во время тёмных времён её правления. Теперь прекрасный куполообразный город лежит в руинах. Дин должен вернуться на Мандалор, чтобы совершить священный ритуал, который очистит его в глазах его клана, Детей Дозора. И вполне вероятно, что это приведёт его к лобовому столкновению с соперником, потенциально лидершей мандалорцев Бо-Катан Крайс, из клана Дозор Смерти. По-моему, она больше всех поглядывает на Тёмный Меч и мечтает стать правителем Мандалора. Если вспомнить тех же повстанцев, когда-то Сабина Врен стащила этот меч у самого Дарта Мола, который им же и убил Провизлу. Позже юная мандалорка просто передала меч Бо-Катан, кстати, почему-то без боя. И теперь мы ещё больше понимаем, почему Катан хочет вернуть его себе. А вот как Тёмный Меч перешёл от Дозора Смерти к Моффу Гидеону, это большой вопрос. Грогу сильно повзрослел. В одной сцене нам показывают, насколько умело он уже использует силу, не теряя при этом сознание. Появившийся перед ним зверь в момент, когда Грогу выбирается из некой пещеры, улетает как лист по ветру. Один же Орин тем временем перестаёт нянчиться с Мелким и пытается его хоть чему-то научить, чтобы Грогу наконец-то стал самостоятельным. Видимо, взросление Грогу и будет основной из центральных тем третьего сезона. Возвращаемся на Татуин. В одном из кадров показано, как Дин покидает пустынную планету, провожаемый своей подругой Пелли Мото и одним из её подручных дроидов. Боба Фетт теперь главный криминальный босс Татуина, поэтому, возможно, кадр намекает на появление самого героя. У него своя запутанная история с Мандалорцами, и было бы интересно изучить её поподробнее. Ещё перед нами предстаёт волнующий взгляд на планету Корусант, которая нигде не мелькала после исполнения приказа 66. Теперь мы сможем увидеть её в постимперскую эпоху. Интересно, что же на ней изменилось за столько лет? В другом кадре можно заметить доктора Першинга, который знаком нам по исследованиям в направлении клонирования. Именно он отвечал за эксперименты со Сноуком и Палпатином. Видимо, тут его ведут на допрос, чтобы он выдал все свои секреты важным людям республики. И куда же без флешбеков? В трейлере показаны более расширенной версии сцен во время приказа 66. И это, вероятно, означает, что будет большее откровение предыстории Грогу. Первоначально он воспитывался в храме джедаев до чистки. И Грогу каким-то образом удалось спастись из храма, хотя подробности его побега пока остаются в тайне. В книге Боба Фетта говорится о том, что опыт травмировал его, поэтому воспоминания Грогу путаются. Полноценный флешбек к приказу 66 вполне может разрешить эту загадку и ответить на вопрос. Так кто же в итоге спас зелёного ушастика? В нескольких кадрах из трейлера показано, как Дин Джарин пытается уйти от преследования Империи на Мандалоре. Возможно, Империя взяла мёртвую планету Мандалор в качестве основной оперативной базы. Тогда это вполне объясняет, почему Мов Гидеон, предыдущий владелец Дарксабера, стал важной фигурой в новой Империи. Ещё можно увидеть новое восхитительное место – бар для дроидов. Это забавная противоположность картины в Мосс Айсли в оригинальном фильме «Звёздные войны», куда дроидов не пускали. В этой забегаловке теперь всё наоборот. Также в третьем сезоне мы увидим даже бои в космосе. В предыдущих сезонах Джон Фавро не делал акцента на космической части франшизы, ограничившись лишь двумя икс-фингами и одним звёздным крейсером во втором эпизоде. Теперь мы точно увидим как минимум одну звёздную баталию. Выход проекта намечен на 1 марта 2023 года, так что скоро все карты будут раскрыты. Но на этом наши радости не заканчиваются. Даже на Мандалоре сюрпризы ещё остаются. Ведь на 2023 год запланирована дата выхода сериала о важнейшем персонаже вселенной Ассо Китана. В грядущем сериале нас ждёт множество флэшбэков и самая главная встреча с героями из мультсериала «Повстанцы». Уже подтверждено участие капитана Геры Синдулы и много шепчутся о появлении молодого падавана Эзри Бриджера. Также в сериале нам уже пообещали показать лота волков. Самое сладкое остаётся на десерт и если мы уже заговорили о «Повстанцах», то не стоит забывать Мандалорку Сабину Врен, которую мельком показали в трейлере «Мандалорца», иначе кто бы это мог ещё быть? На данный момент мы с моим 9-летним сыном Львом Евгеничем максимально изучаем вселенную «Звёздных войн» и пересматриваем всё с нуля. Сейчас уже добрались до оригинальных эпизодов Лукаса. Я хочу порекомендовать всем и каждому пересмотреть всё по новой, если кто вдруг не видел, включая мультики «Войны клонов» и «Повстанцы». Именно там показаны ответы на все вопросы, в том числе известна судьба Дарта Мола. Дело в том, что в новых сериалах часто показывают драгоценные флэшбэки, и поверьте, лучше быть к ним готовыми. Во всём вышеперечисленном не нашлось места Кэллу Кёстису из игры «Павший орден». Когда добавят персонажа в кино, известно, наверное, лишь одному только Лукасу. А на этом всё. Напишите, ждёте ли вы третий сезон, и какие у вас ожидания от новой истории наёмника и зелёного ушастика. Спасибо, что посмотрели видео. Не забывайте ставить ваши царские лайки. Подписывайтесь на наш канал и Телеграм. Да пребудет с вами сила, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok